Великая Отечественная война Давайте мы вместе приоткроем окошко, через которое заглянем в прошлое Итак, школа Юнг Северного флота на Соловецких островах Она стала родным домом в Заполярье для многих простых советских парнишек в годы войны Ты к фотоснимку приглядись получше Вот моряки совсем еще юнцы То смотрят не в глаза, а прямо в душу Войною опаленные отцы Шел 1942 год Июль проходил в ожесточенных сватках с гитлеровскими захватчиками Тяжелые, кровопролитные бои велись на всех направлениях Совсем скоро должна была начаться битва за Сталинград Вот тогда-то, в мае 1992 года По приказу комиссара ВМФ СССР адмирала Николая Герасимовича Кузнецова На Советском флоте появилось воинское звание Юнга Специальную школу Юнг ВМФ создали при лечебном отряде Северного флота И располагалась она на Соловецких островах Какой мальчишка не мечтал о море, о романтике плавания? Какой мальчишка не смотрел зачарованным взглядом на морской клюш и ленточки без козылки? Какой мальчишка в годы Великой Отечественной войны не мечтал попасть на фронт? Сколько пришлось их снять с поездов, идущих на запад? Все они стремились сюда, где сражались их отцы и старшие братья И летом 1942 года эти мечты стали близкими и реальными Ведь в приказе о создании Соловецкой школы Юнг говорилось Школу укомплектовать юношами в возрасте 15-16 лет Имеющими образование в объеме 6-7 классов исключительно добровольцы Из них готовят следующих специалистов Боцманов флота, рулевых, радистов, электриков, мотористов Именно в этих специалистах нуждался Советский флот в годы Великой Отечественной войны Несмотря на то, что решено было широко не оповещать о наборе в школу Городские и районные администрации были атакованы тысячи мальчишек Которые принести заявление о приеме в школу Юнг ВМФ Подросткам грязелись романтика моря, подвиги, слава Но все было иначе Уже при поступлении в школу мальчишки встречаются с трудностями, а иногда и с кушением надежд При мужественном приездачном учебном заведении пользовались Сыновья военнослужащих флота и Красной армии Воспитанники детских домов и опекаемые дети Несмотря на условия добровольности, при поступлении в школу требовалось согласие родителей Но не каждая мать решалась его дать Ведь школа школой, а мальчишки, окончившие ее, получали направление на боевые корабли 1 сентября 1942 года в школу Юнг было направлено 1192 человека Но на 18 сентября 1942 года Юнгами стали 1037 человек Это был первый набор в школу Вновь перед нами фотоснимок предстает В тельняшках лет 15 мальчишки Они мужали в яростном огне В боях и на ветру морозно-колком Свои тельняшки приравняв к броне Быть взрослыми они считали долгом Жизнь в школе Юнг оказалась не сладкой С драматическими иллюзиями пришлось распрощаться Мальская форма, выданная Юнгом, огорчила их Она топорщилась и свисала с худеньких плеч А без козырка многие мальчишки от обеды чуть не плакали Вместо длинных лент с лекарями Аккуратный девчоночий бантик И надпись «Школа Юнгов БМФ» Как объяснили Юнгам Чтобы носить ленты и погоны Это право надо заслужить Для размещения школы Юнг на Соловецких островах Был выделен поселок Саватево Под ущербные корпуса отвели полуразрушенное здание церкви Юнги разбили палатки и приняли строить землярки Им приходилось копать землю, ворочать камни валуны Вали в строевой лес и таскать его на неокрепших плечах Вспоминается, как группа юнгашей тянут из кротлова на огромный камень Селенок не хватает, плачут, а тянут Писал бывший комиссар школы Юнг Шахов Ими были построены учебные корпуса, небольшая баня, прачечная Круп на 200-250 мест, столовая на 500 мест, жилой дом для семья офицеров, камбуз, хлебопекарня и санитарная часть Жили юнги в землянках вместимостью 50-го человека, каждая с койками в три яруса и печками-буржуйками По началу даже света не было Зажигали коптилки, железные чернили со светилями В качестве горючего, в которых использовали рыбий жир, выдаваемый для смазки ботинок Тены от такого освещения были черными Позднее провели ток Юнги учились один год Программа обучения была насыщена и разнообразна Кроме теории, мальчишки участвовали в практическом плавании на мотоботе и корабле Выходили в море на шлюпках Эту практику, несмотря на мозоли, мальчишки очень любили Юнги понимали, что без знаний, без специальных умений и навыков Опытного, сильного и умного врага не победить Поэтому, как вспоминал Юнга Яков Кобяков Учились хорошо, с душой и чувством ответственности за то доверие, которое нам было оказано Зачислив в школу Юнг Юнги серьезно увлекались спортом Занимались боксом и гимнастикой Играли в футбол, волейбол и баскетбол Зимой ходили на лыжах Но на датсоге некоторые из них музыцировали Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Безусловно, огромная заслуга в обучении и воспитании юных моряков принадлежала их наставникам. Школа ЮНГ-ВМФ с июля 1943 года возглавлялась капитана первого ранга Абрамовым Николаем Юрьевичем и бессменным заместителем начальника школы капитана третьего ранга Сергея Сергеевича Шахова. Школа ЮНГ-ВМФ посылала своих воспитанников на все флоты и флотилии Советского Союза. Первый выпуск ЮНГ состоялся в сентябре 1943 года. Затем последовали выпуски 1944 и 1945 годов. За год учебы ребята крепли, возмужали, хорошо обладевали специальностями. Но все же они еще были очень молоды. Родина, в день отправки нас на боевые корабли мы даем клятву. Мы клянемся за сольством и честью оправдать оказанное нам доверие. Хранить и оберегать честь школы юнгов. Мы клянемся до полного разгрома врага, не знать отдыха, не знать покоя. Быть в первых рядах самых мужественных, самых отважных, самых храбрых советских моряков. Если воля ослабнет в бою, если подведут товарища, если трусость победит меня, то путь притирает меня в веках. Пусть покарает меня суровый закон Родины. Непосредственные участники и жилые свидетели событий военных лет подтверждают. Юнги сдержали клятву. Поверег к бою, они выдержали. 4111 квалифицированных специалистов за три выпуска дала Соловецкая школа флоту. Более тысячи мальчишек погибло в боях за Родину. Соловецкие юнги, наши мальчики юные. Ваши плечи по-детски худые и узкие. Заслонили просторы родной нам России. Вы бессмертные герои. И для нас вы живые. Подвиг юнги-матроса Саши Ковалева стал легендой. Он участвовал в 13 боевых выходах своего катера. За участие в этих походах юнга Ковалев 1 мая 1944 года был награжден Орденом Красной Звезды. Бой, в котором Саша Ковалев совершил свой подвиг, происходил 8 мая 1944 года. Все было как будто просто, как в доброй подросткой песне сражался юнга-подросток в той битве со всеми вместе. В этом бою Саша Ковалев погиб. Но своим самоотверженным поступком он сохранил ход катера и жизнь экипажа. Орден Отечественной войны первой степени, посмертная награда героя, погиб в 17 лет. Не дожив до великого и светлого дня победы. Его подвиг вошел в историю боевой славы североморских катерников. Катерный тральщик, на котором служил рулевым юнга Саша Адволоткин, подорвался на мине. Оказавшись верным флотской традиции, сам погибай, а товарища выручай. Он набросил свой спасательный круг на юнгу Сергеева, который был контужен взрывом. А сам поплыл к берегу, но не доплыл. После гибели катера в Нарском заливе попал в плен запевал из школы юнг юнга Лущик. Фашисты расстреляли его на острове Айгна, близ Сталина. Жаль, не все пришли с войны мальчишки. Жаль, не всех потом их жал успех. Но они навек живые в книжках. И, конечно, море полный всех. Юнги не только бесстрашно воевали. И после Великой Отечественной войны они не забыли свои клятвы и продолжали хранить, оберегать и умножать традиции школы юнг ВМФ. Известными всей стране людьми стали бывшие юнги. Борис Штоколов стал народным артистом СССР. Юрий Воронов, Вадим Коробов, Василий Копытов, Борис Смирнов стали адмиралами. Михаил Герман стал известным ученым, преумножившим славу российской науке. Известный русский писатель Валентин Савич Гигуль, бывший юнг. Я был демобилизован до Матроса. В документах указано мое первое и последнее звание – юнга. Конечно, не я принес Родине победу, не я один приблизил ее в волшебный день, но я сделал все, что мог. В общем, прекрасным перу Победы была маленькая капля и моего мёда. Смирился будущий писатель в семье Матроса. Смея перебралась в Ленинград. Отец служил на севере. Самую страшную блокадную зиму 1941 по 1942-го 13-летний Валя прожил в Ленинграде, а в 1942 году был эвакуирован и решил пробиться к отцу на Северный флот. Валя нашел отца, но отец, комиссар батальона морской пехоты, был направлен на передовую, где погиб в боях со Сталинград. А перед отправкой на фронт отец благословил сына на учебу в Соловецкой школе юнг ВМФ. Валентин Пикуль с пятиклассами образования стал юнгой первого набора. Именно о юнгах первого набора, их преподавателях и воспитателях, о трудностях и радостях их военной юности рассказал Валентин Пикуль в «Мальчиках с бантиками». После 12 месяцев обучения в Соловецкой школе, с 15 лет будущий писатель начал службу на Северном флоте, юнгой на корабле. В 16 лет стал командиром боевого поста, позже штурманским электриком. После войны, активно занимаясь самообразованием, Валентин Пикуль решил посвятить себе литературной деятельности. Он написал более 200 произведений. Самый первый сурман «Океанский патруль» посвятил начальнику Соловецкой школы юнг Николаю Юрьевичу Авраалову. Всего за годы Великой Отечественной войны школа юнгов ВМФ обучила около 2,5 тысяч специалистов. Родистов 946 человек, рулевых 35, боссманов надводных кораблей 411, мотоистов торпедных катеров 717, электриков надводных кораблей 534, артиллерийских электриков 3, торпедных электриков 139, боссманов торпедных катеров 166, мотористов-дизелистов 124, и штурманских электриков 50 человек. Таким образом, Соловецкая школа юнг с заданием командования по подготовке специалистов различных профилей справилась. В 1945 году школа юнг советских островов была переведена в Кронштадт и просуществовала до 1952 года. Выпускники школы служили на всех плотах и флотилиях СССР. Газета «Правда» писала, героическая защита Заполярья войдет в историю нашего народа как одна из самых ярких, самых запоминающихся страниц истории. Здесь враг был остановлен осенью 1941 года. Здесь находится участок, где врагу в течение всей войны не удалось перешагнуть линию нашей государственной границы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова